привет мои дорогие друзья и гости канала я нахожусь в испании город таревьеха погода у нас плюс 15 градусов немного ветрено ну и понятно рядом море соответственно ветер с моря рядом здесь у меня вы видите кафе на заднем плане короче гармония полная сегодня я решила выйти на небольшую прогулку и показать вам окрестности таревьехи мы остановились как обычно у себя в партии выходим из подъезда тут написали нам какое-то объявление непонятно выйдя из дома мы сразу попадаем на главную можно сказать улицу города эта улица оба не раз по-английски хабана и раз по-русски как выяснилось оба не раз здесь на углу у нас расположена риэлторская компания русскоговорящие люди здесь работают да вообще в каждой риэлторской компании рядом здесь расположена у нас кафе где можно поесть шаурму пиццу какие-то такие незначительные блюда попить чай кофе и напитки покрепче а вот на той стороне русский магазин находится с русскими товарами так что можно здесь купить обычную нашу привычную нам докторскую колбасу и обычную водку даже и вот она уже на горизонте виднеется море я с вами прям прошлась здесь идти на самом деле четыре минуты до маленького пляжа конечно же если пройти дальше будет большой пляж а лагуна чисто для того чтобы окунуться и насладиться видами моря четыре минуты здесь когда-то была стройка с правой стороны сейчас уже готовое построенное сданное здание строят очень быстро буквально год-полтора здание построено я удивляюсь этому подходим ближе к морю уже чувствуется ветерок такой морской вот эти обладатели счастливые можно сказать на берегу моря их дом терраса у них тут шикарная и вид на море просто бомбический вот она море но посмотрите как сделана зебра вы видите вы напрямую пройти не можете надо пройти вначале вот сюда влево и потом уже по зебре вот там перейти в на ту сторону вот полиция в принципе вот это красотень вот собственно говоря я прошла этот перекресток и здесь сразу море пляж вы видите небольшой в летнее время очистят его постоянно песок водоросли и вход в море чистый песочек но это лагуна видите он маленький очень если пройти дальше здесь камни а еще дальше будет нормальный пляж очень много летом именно пенсионеров отдыхают здесь на камнях потому что мало людей тихо спокойно они немного проходят в эту сторону чтобы зайти окунуться в море и обратно на камни отдыхать загорать вода здесь всегда чистая потому что много камней и камни обычно не дают такому всплеску песка на дне видите немного тут камушки там песочек за счет этого вода здесь всегда чистая и знаете такой вот запах морской здесь такой настоящего там где песок там нет такого запаха а здесь где камни видать вот это вот водоросли какие-то здесь флора фауна скажем морская и она дает такой вот замечательный воздух именно морской дышится здесь замечательно да сейчас конечно здесь такое все зелененькая цветет скажем на вода чистая прозрачная кристально чистая вода эти там камушки всегда кто-то сидит отдыхает по ту сторону уже променад такой прогулочный дома это солнечная сторона здесь всегда солнце целый день с утра до вечера мы когда выбирали квартиры смотрели также чтобы у нас была солнечная сторона либо плюс-минус полдня хотя бы что было солнце потому что есть сторона вот полностью с той стороны здания получается там постоянно тень постоянно солнце туда никогда не попадает и чаще всего такие квартиры продаются и чаще всего они по цене чуть-чуть дешевле люди ведутся иногда кто не понимает этого а потом со временем они сталкиваются с тем что они не видят солнце вообще на балконе конечно можно выйти погулять и выйти на пляж но хочется знаете тоже сесть отдохнуть на террасе на шезлонге там даже иногда есть такие большие террасы расположиться на солнышке солнце это важно мы вышли уже на эту дорожку мы с вами вот здесь вот гуляли а сейчас здесь очень удобно потому что достаточно широкий тротуар разойти спокойно можно тут 45 человек никто никого не прижимает идешь себе спокойно гуляешь люди смотрю вот в куртках я тоже напялила на себя эту жилетку всего-всего что было тепло но когда двигаешься на солнышке то очень даже тепло можно было жилетку не одевать вот еще кстати магазин 24 часа работает круглосуточно пять минут ходьбы от моего дома так что друзья приезжайте снимайте у меня квартиру цены сейчас чуть-чуть поднялись за счет того что подорожало электричество в испании очень взлетели цены и цены на недвижимость тоже подорожали и общалась с риэлтором она мне сказала что такая квартира как у меня в сезон летний может 60 евро в сутки но я не хочу задирать и на цены я думаю что 50 достаточно так что друзья сейчас 50 евро сутки можете приехать снять у меня квартиру у меня уже интернет есть я провела вчера микроволновку купили все купили необходимое так что приезжайте снимайте если вы снимете больше чем на 10 дней я вам сделаю хорошую скидку эти много людей гуляют ну в принципе за этим и приезжают сюда чтобы отдохнуть погулять погреться на солнышке видите я прошла всего лишь минуту и здесь уже пляж но каменистый вход в море зайти можно но зайти здесь и лучше в тапочках заходить специальной обуви что в принципе не очень нравится многим здесь хорошо заниматься дайвингом потому что камни скалы там под водой и много рыбы вот этот маленький пирсик за ним уже чистый песок писачный пляж хорошо с детками потому что вход в море не резкий каменистый дети туда не бегут они все отдыхают бегают по песочку а здесь расположился такой детский городок где деткам интересно поиграть так что с детьми здесь тоже приятно проводить время обычно дети не знаю чем заняться на пляже ноют здесь видите есть чем заняться даже сейчас когда никто не купается практически иногда бывают конечно случае то детки играют некоторые лежат за град кстати люди погода если вы так лечь под забор где не дует ветер то можно спокойно загорать вот все портит ветер именно ветрено из-за этого из-за этого кажется что холодно если вот как они там под заборчик ложатся некоторые то тепло как повезло этим людям первая линия но хочу сказать что дома на первой линии очень дорогие и наверно от 200 тысяч евро и выше 200 это будет с одной спальней квартира может быть какая-то очень очень маленькая нуждающийся в ремонте капитально а так 250 если более или менее нормальном ремонте и выше поэтому мы первую линию не рассматривали потому что это дорого но мы нашли такой вариант который почти первая линия и видно море и за счет этого цена ниже но море видно я покажу вам в следующем видео об этом видео мы с вами просто прогуляемся насладимся ярким испанским теплым солнышком и полюбуемся на пляж здесь еще больше людей загорает ой смотрите девчонки даже лежат в купальниках вот вам февраль месяц люди загорают отдыхают вообще супер ресторан здесь на сей береговой линии можно встретить рестораны почему мы хотели именно центр таревьехи потому что здесь всегда многолюдно всегда люди отдыхают загорают рестораны открыты если мы едем ломата то в ломате в принципе нет такого мать и постоянно тихо спокойно и все закрыто здесь вот жизнь продолжается пляж достаточно большой вот этот видите вот сколько мы тут прошли с вами уже этот пляж он песчаный спуск моря спокойный нету резких обрывов для детей подходит и достаточно большой но летом летом очень много туристов и он забитый все пляжи в городе забиты пустого пляжа вы не найдете и тогда уже если я приезжаю летом я еду на ломата пляж ближе подхожу здесь смотрю все больше и больше людей загорают отдыхать эти под стеночкой им не дует солнце припекает вот самый кайф самый кайф по загорать я иногда знаете где друзья загора у меня на крыше дома есть такая вот оборудованная скажем терраса называется солярию там люди очень часто загорают я тоже туда иногда поднимаюсь там достаточно высокая крыша и не сдувает ветер да я загораю такие лавочки кстати тут недавно поставили буквально год назад можно сидеть с видом на море отдыхать с детками приходят видите собаками вот уже женщины снимают свои купальники любят загорать топли с испанки это очень очень популярно очень модно все загорают испанки без верхних купальника и ладно когда молодые красивые то чаще еще бабушки так любят снимать верх купальника песок здесь кстати каждый день чистят несмотря что сейчас не сезон его чистят видно прям как проезжает трактор щетками и чистит ну от водорослей в первую очередь а в сезон достаточно много здесь всяких огрызков окурков поэтому каждый вечер либо каждое раннее утро проезжает специальная техника и чистит песок и все пляжи в таревьехе чистые кстати в там один смельчак купается сейчас подойдем поближе я сниму его если успею посмотрите сколько людей кто-то просто гуляет кто-то по колено в воду заходит ну и кто-то достаточно глубоко заходит чтобы искупаться и такое может быть друзья кстати этот пляж называется лос локас это самый крайний пляж от центра города в центре города находится пляж лоску раз или лакура более популярно название вот так вот весело люди проводят время на пляже а как вы проводите февральские деньки напишите пожалуйста внизу в комментарии нравится что на этом пляже оборудовано есть туалет и медицинский центр если вам понадобится услуга медсестры или врача также здесь есть ресторанчик такой видите сейчас достаточно людно много людей вообще такое хорошее место хоть он и не прям центральный чуть чуть дальше пройти буквально 10-15 минут от центрального пляжа тоже здесь очень классно здание это построили знаете так эта сторона выходит на море это сторона здания тоже выходит на море но мне кажется с той стороны более ветрено с этой пляж а с той стороны просто скалы и море вот так вот спасибо что были со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и смотрите мы следующие видео пока я еще нахожусь в старей вехе испания подписывайтесь на мой канал